Дмитрий Меньшиков – потомственный медик. Его бабушка работала в рентгеновском отделении нашей больницы. И он с детства был вовлечен в эту сферу. После окончания Нижегородской медицинской академии Дмитрий вернулся в наш город работать врачом-рентгенологом и уже шестой год занимается непростой работой. Расшифровывает результаты скрининга обследований. В мои обязанности входит диагностика патологических состояний, заболеваний, оценка их динамики, распространенности, локализация. Также в это входят опухолевые процессы, травматические изменения и так далее. Чаще всего Дмитрия можно застать в кабинете КТ или МРТ, хотя описанием рентгеновских снимков он тоже занимается. Исследования КТ и рентгена по механизму одни и те же, но компьютерная томография позволяет получить материал более высокого разрешения с возможностью пословенной съемки, 3D-реконструкции, введения контраста. МРТ – совершенно другой принцип исследования, то есть магнитный резонанс. На основании, скажем так, ответа ядер водорода на магнитное излучение строится изображение. Скажем так, методы кардинально разные и принцип подхода к описанию тоже кардинально разный. Бывают пациенты и здесь тяжелые, скажем так, сложные диагностические случаи и в кабинете МРТ тоже бывают нередко. Специальность рентгенолога обязывает своего обладателя постоянно держать руку на пульсе и быть в курсе последних изменений в этой сфере. Благо, сейчас недостатка в источниках информации и курсах для медиков нет. Работает Дмитрий на современном оборудовании. Благодаря поддержке РФИАЦ в НЕФ в 2020 году в КБ номер 50 появился второй томограф. Он позволяет выполнять спектр всех необходимых исследований многопрофильной клиники. Во времена ковида помощь нового аппарата была неоценима. Аппаратура показала себя достойно. По поводу выявления пневмонии, единственным методом выявления ковидной пневмонии интерстициальной является компьютерная томография. Поэтому польза компьютерной томографии, я думаю, понятна здесь без объяснений. Потому что на рентгеновском снимке не всегда эти изменения видно. Что касается МРТ-томографа, у нас стоит тоже Сименс, магнетом Эссенза, мощностью полтора Тесла, что помогает, скажем так, тоже выполнять весь спектр необходимых исследований. 8 ноября рентгенологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1895 году, немецкий физик Вильгельм Коннорд Рентген открыл рентгеновское излучение. Эта находка совершила переворот в области науки, стала мощным толчком для развития медицины. Екатерина Пёнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok